В Черкесске высадили дюжину редких деревьев. Участники кругосветной экспедиции на отечественном автомобиле привезли в столицу Карачаева Черкесии саженцы секвой. Количество появившихся в парке Зеленого острова деревьев равно числу муниципалитетов нашей республики. Подробности в репортаже корреспондента Артура Мхце. В парке Зеленого острова региональной столицы на днях появились несколько новых обитателей. Пока далеко не каждый посетитель городского оазиса разглядит в этих маленьких росточках деревья, которые впоследствии достигнут высоту около сотни метров. Прежде чем оказаться в земле Карачаева Черкесии, эти саженцы объездили, наверное, десятки городов вместе с организаторами многокилометрового автопробега на отечественном уазике. 12 сентября с города Москвы стартовала экспедиция круглосветная, которую они проводят уже второй раз. Они заехали к нам, посадили здесь 12 деревьев. На сегодняшний день по их виду видно, что деревья принялись. Мы их облагородили сеткой. Значит, дерево достигает до 100 метров высоту, обхватом 24 метра. Количество высаженных саженцев соответствует числу муниципалитетов Карачаева Черкесии. Такие же ростки сиквои в ближайшее время появятся в Пятигорске, Нальчике, Магасе, Грозном, Махачкале и ряде других городов Северного Кавказа. Погодные условия и все условия содержания деревьев, они подходят по нашему климату. Будем за ними ухаживать, следить. Что касается самого парка «Зелёный остров», где высажена дюжина редких деревьев, в скором времени планируется дальнейшее его благоустройство. Черкесск участвует в дополнительном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях. Территория Малого пруда, а также пешеходная зона вокруг Большого пруда давно нуждались в преображении. Здесь есть где разгуляться воображению и задумкам дизайнеров. Главное, чтобы все идеи пошли во благо и помогли создать в региональной столице ещё одно место, куда людям хотелось бы приходить целыми семьями и находиться здесь подолгу. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести Карача, Черкесия.